На улице Соколовой уже два дня не могут ликвидировать последствия коммунальной аварии. Из-за интенсивного излива воды на дороге образовалась наледь. Теперь каждое утро на улице собирается большая пробка. А жители близлежащих домов вторые сутки остаются без воды. Сроки устранения коммунальной аварии попыталась выяснить Елена Губенкова. Целый фонтан воды бьет откуда-то из-под этого сугроба. Но на месте аварии мы не обнаружили коммунальных служб. Нет даже никаких следов того, что они хотя бы попытались ликвидировать этот прорыв. Живописный водопад для местных жителей привычная глазу картина. Говорят здесь, что не день, новая авария. В этот раз вода бьет из-под земли уже вторые сутки. Неприятностей добавил мороз. За ночь дорогу сковал лед, и уже к утру этот участок Соколовой превратился в полосу препятствий для автолюбителей. У владельцев машин эмоций много. С трудом удерживаются от крепкого словца. Особенно негодуют те, кто ездит на работу этой дорогой. Второй день уже езжу на Алисе. Ужасно вообще очень дорога. Главная улица Саратова. И блин, тут такой беспредел. Мне кажется, надо что-нибудь делать. Каждый день пробки, невозможно попасть на работу. Опаздываю из-за этого. Коммунальщики отвратительные работают, так скажем, по сравнению с Энгельсом. А местные жители бросают машины, где придется. Подняться в горку по Алисе, чтобы припарковаться у дома, могут немногие. Коммунальщики не балуют. Люди говорят, вторые сутки отключают воду. Правда, зачем, непонятно. Ведь к работам так и не приступили. На работе мне позвонили, что сказали, что везде не было воды. Только вечером дали. А вот сегодня с работы идут, тут опять прорвало. Но сказали, что сейчас будут закрывать опять воду. Но не знаю, во сколько закрутить и как сделают. Набрали, пока была возможность. Пока была вода текла, набрали. Там во все, что можно было. Тем временем в водоканале, говорят, течь не сильная. На горячую линию поступил только один звонок. И пока даже к обследованию не приступали. У службы в приоритете масштабные коммунальные аварии, которые оставляют без воды десятки домов. А значит, местным жителям остается лишь надеяться на то, что их проблему скоро устранят. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.